МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Почти 6 миллиардов рублей выделят дополнительно на Самар-Арену. Постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Цифровые решения для Самарской области. Губернатор подписал соглашение о сотрудничестве со Сбербанком. За сохранностью наследия Чемпионата мира будет следить специальная рабочая группа. В мэрии прошло первое заседание. Не дня без строчки. Самарская поэтесса Катя Сим вошла в лонг-лист одной из самых престижных премий для молодых авторов. Эти снимки уже часть истории. В Самаре открылась фото-выставка год спустя, посвященная Чемпионату мира по футболу. Цифровые решения для Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководством Сбербанка. В ней приняли участие первые заместители председателя правления банка Александр Ведяхин и Лев Хасис, председатель Поволжского банка Александр Анащенко, министры регионального правительства. О реализации каких проектов договорились стороны расскажет Лариса Шалафаст. На встрече главы региона и представителей Сбербанка звучат конкретные предложения. Специалисты финансовой организации предлагают, как сделать работу сферы ЖКХ более эффективной. Обеспечить прозрачный денежный поток и рост собираемости платежей может помочь специальная программа БРИС ЖКХ. Она подразумевает единый платежный документ и прямые расчеты со всеми поставщиками услуг. Еще одно предложение – внедрить в городские учреждения и офисы систему эффективного использования топливно-энергетических ресурсов. Первым объектом соцсферы, в котором устанавливается такое оборудование, стал 402-й детский сад промышленного района Самары. Система телеметрии, которая позволяет замерять влажность, температуру и так далее, это очень сильно снижает энергиозатраты, затраты ресурсов. Это одна сторона. А второе, при качественном климате внутри помещения заболеваемость наших сотрудников, она меньше. Новые детские сады, конечно, тоже с самого начала надо смотреть и учиться, собственно, на этом примере сейчас. Нам надо это все в проектное решение сразу закладывать. Это незначительное увеличение средств, вообще копейки, можно сказать, в общей смете, а в следующую локацию, а самое главное – комфортное, здоровье и персоналы. И, что еще важнее, детишек храним. Еще одно направление – здравоохранение. Центр речевых технологий может внедрить в Самарские больницы новейшую систему, которая позволит сократить время приема в разы. При помощи технологии врач не будет тратить время на заполнение медкарты. Ему будет достаточно наговорить информацию в микрофон, и система автоматически переведет речь в текст. Ряд решений разработан банком и в направлении «Безопасный город». Участники встречи обсудили и развитие кадрового потенциала региона. Представители банка отдельно отметили успешное проведение форума «Иволга», а также заявили о своем желании принимать участие в проекте «Кадросфера», который разработали финалисты конкурса «Лидеры России». Платформа призвана не только помочь работодателям найти профессиональных сотрудников, но и дать возможность соискателям развиваться, обмениваться опытом. Уже 100 предприятий Самарской области стали участниками этого проекта. И тысячи и тысячи жителей Самарской области. На мой взгляд, объединение усилий регионального проекта, который является сегодня, можно сказать, без лишней скромности, одним из лучших в стране, и, безусловно, лучшего опыта развития кадрового потенциала Сбербанка, безусловно, даст энергию. Никаких сомнений в этом нет. О «Кадросфере» говорят и в других областях, в администрации президента. И мы с удовольствием включаемся в этот проект. Мы будем участвовать там своими знаниями, своими людьми. И одновременно, конечно, мы тоже следим за талантами, нам тоже нужны таланты. В завершении встречи стороны заключили меморандум о сотрудничестве, который подразумевает реализацию совместных проектов, направленных на создание и развитие кадрового потенциала региона. Лариса Шлафас, Николай Епифанов, События. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сегодня отмечает день рождения. Он родился в Куйбышеве 49 лет назад. В 2010 году был избран мэром Самары. С 2014 по 2017 года представлял регион в Совете Федерации. В сентябре 2017 указом президента был назначен в Рио губернатор Самарской области, а год спустя одержал победу на выборах. Под его контролем в губернии сегодня реализуется 12 национальных проектов. Он создал долгосрочную стратегию развития Самарского региона. В области снизилось число обманутых дольщиков. Был достроен стадион к Чемпионату мира по футболу. Область достойно приняла Мундиаль. Коллектив телеканала «Самаргиз» присоединяется к поздравлениям, звучащим сегодня в адрес Дмитрия Игоревича. Желает ему крепкого здоровья и успехов на пути к намеченным целям. Следить за сохранностью наследия Чемпионата мира будет специальная рабочая группа. Она создана по поручению главы региона Дмитрия Азарова. О чем шла речь на первом заседании и какие недочеты выявили проверяющие, расскажет Лариса Шалафаст. В каком состоянии городские фасады и заборы на гостевых маршрутах после Чемпионата мира? Этот вопрос на особом контроле городских властей. На первом заседании рабочая группа с участием представителей областных министерств о выявленных недочетах докладывает каждый район. Основная проблема – новые граффити, сломанные ограждения, рекламные объявления. В преддверии чемпионата только в Ленинском районе обновили 250 фасадов. Практически половину нужно красить заново. С учетом анализа ситуации по гостевым маршрутам мы понимаем, что требуется еще продолжать работу по покраске фасадов МКД. Это в основном, считай, седьмая категория, которая все равно на виду. Мы вот эту работу в этом году выполняли, привлекали инвесторов. Это на улице Пушкина-Чекалова, на углу серой краской мы красили ряд домов. Конечно, эту работу необходимо продолжать. Такие здания есть в каждом районе. Проблема не только в рисунках. На некоторых зданиях осыпалась штукатурка. Также есть участки, где необходимо восстановить ограждения. Выявили и места, где остаются провалы плиточного покрытия. Мы вам по каждому министерству выборку сделаем. Какие замечания в рамках мониторинга выявили. Какие договоренности достигнуты. Просто вам на контроль и на содействие. Конечно, в решении этих вопросов. Глава города поручила исправить все выявленные недочеты и продолжить мониторинг ситуации. Заседания рабочей группы по сохранению наследия чемпионата мира будут проходить регулярно. Лариса Шалафаст, Николай Сидоров, События. Почти 6 миллиардов рублей федеральный центр выделил дополнительно на Самара-Арену. Соответствующее постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Таким образом, Самара-Арена, стоимость строительства которой изначально оценивалась в 13,5 миллиардов рублей, стала самым дорогим из семи стадионов, построенных специально к чемпионату. Ее сметная стоимость составила 24 миллиарда. Из них более 23 выделены из федерального бюджета. На втором месте по стоимости стадион в Ростове-на-Дону, обошедшийся в 20 миллиардов. Новые средства выделяются на компенсацию уже понесенных подрядчикам затрат. Напомним, сейчас Самара-Арена официально находится в федеральной собственности. Работа по передаче стадионов регионам начата. Арена передается в плановом режиме. Чуть сложнее с самарским стадионом. Это огромный и сложный объект, говорил еще в апреле министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. Губернатор Дмитрий Азаров ранее отмечал, что сроки передачи стадиона на баланс региона еще не определены. Областное правительство будет строго подходить к приемке объекта и намерено дождаться, когда он будет полностью готов. Передача Самара-Арена региону планируется в конце 2019 года. Каждый момент, отраженный на этих фото, уже стал частью истории. В Самаре открылась фото-выставка год спустя, посвященная Чемпионату мира по футболу 2018. В атмосферу прошедшего Мундиале снова погрузился и наш корреспондент. Основная идея – вернуться в футбольную сказку, которую посетила у нас год назад тому, при помощи вот этой фото-выставки. Такого события еще не будет лет сто, говорит фотограф Юрий Стрелец. Он смотрел каждый Чемпионат мира по футболу с 1966 года. Тогда Юрий и мечтать не мог о том, что мировое футбольное первенство пройдет в России и тем более в Самаре. Даже год спустя ему сложно поверить, что удалось поработать на 13 играх. По словам Юрия Стрельца, сборная России удивила и озадачила всех. Ну а уже знаменитая нога Акинфеева, которой он отбил решающий пенальти, ставшая мемом – это и вовсе что-то из разряда фантастики. Стрелец шутит. В отличие от Роналда и Месси, он побывал в четвертьфинале чемпионата и смог это запечатлеть в своих работах. Каждая фотография на выставке – это отдельная история и ярчайшее впечатление. Да, это Бразилия и Бельгия, матч в Казани, да, тоже очень крутая игра. Но бельгийская команда вообще потенциально думали, что они нами будут чемпионами, но то есть французы и бельгийцы очень выделялись. Радость побед и горечь поражений. На фотовыставке снова можно вспомнить весь спектр эмоций, царивших на Мундиале. Не только у болельщиков, но и у футболистов во время игр. На этой, например, звездный игрок из Уругвая удивлен то ли приближающемуся мячу, то ли ноге соперника. Чувство переполняет всех пришедших на выставку. Они словно снова оказались на чемпионате мира 2018. Только вошел, сразу нахлынул. Ощущаешь себя как раз частичкой вот того праздника, того триумфа, который состоялся у нас в стране. Погрузиться в волшебную атмосферу Мундиале 2018 сможет любой желающий. Фотовыставка год спустя будет открыта еще две недели во дворе музея Модерна. Александр Шугаев, Никита Борисов, Николай Сидоров. События. А теперь коротко о других темах дня. Промышленный район Самары сегодня встал в пробках. Причиной послужили неработающие светофоры на перекрестках улиц Старозагора и Нововокзальная и на Старозагора Кирова. А также авария на электросетях. Регулировщик, работавший там, не смог решить проблему. Спешившие на работу люди перебегали дорогу прямо под колесами транспорта. Автомобилисты старались скорее проскочить неудобный участок, не уступая друг другу. Кроме того, ситуация с одной стороны улицы Старозагора усугублялась ремонтом пешеходной зоны. Тяжелая техника и ограждение мешали проезду. Специалисты работают над устранением поломки. В ближайшее время ситуация нормализуется. Врачи больницы Середавина борются за жизнь ребенка. Трагедия произошла в Богатовском районе области. На шестилетнего мальчика во время урагана обрушилось дерево. По предварительным данным, мальчик гулял около своего дома, когда его настигла непогода. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое, и медики пытаются спасти его жизнь. Принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц по статье «Халатность». Дерево, ветка которого обрушилась на ребенка, было сухостойным и находилось на территории общего пользования. Это зона ответственности администрации сельского поселения и администрации района. Органы будут проверять, были ли обращения по поводу этого дерева. В Самарской области началась проверка после гибели военнослужащего при прыжке с парашютом. Как сообщили в Тольяттинском гарнизоне, мужчина лишился жизни в результате несчастного случая. По предварительным данным, военнослужащий из-за сильного порыва ветра при приземлении зацепил провода ЛЭП, получив смертельное поражение электрическим током. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Парашютист повис на высоковольтных проводах в районе села Подстепки. Директор туристической фирмы «Алекс Тур» отправится за решетку на 2 года и 3 месяца за мошенничество. Женщина заключала с клиентами договоры на оказание туристических услуг в виде бронирования, приобретения и оплаты путевок у фирмы «Горизонт Тур». При этом предприниматель знала, что «Горизонт Тур» – ранее аннекс регионы – деятельность не осуществляет, считает следствие. Таким образом, мошенница получила от клиентов более 200 тысяч рублей и потратила их на собственные нужды. Промышленный районный суд Самары рассмотрел уголовное дело против предпринимательницы и ее осудили по статье «Мошенничество с применением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения». Это уже не первая судимость женщины. В 97 квартирах самарцев наступил коммунальный коллапс. Там перекрыли канализацию. Причина не авария. Так коммунальные службы выбивают долги заводу. На такие жесткие меры их заставляет идти растущая сумма недоимки. Заводоснабжение и водоотведение владельцы жилплощади задолжали 2,5 миллиона рублей. Специальная заглушка перекрывает индивидуальный выпуск из квартиры в общий стояк. При этом канализация соседних квартир работает без перебоев. По сведениям специалистов, часть квартир пустует, поэтому собственники и не торопятся решать проблему. В будущем это может сыграть с ними злую шутку. Не продать, не сдать такую квартиру за полную стоимость будет невозможно. Будущим жильцам необходимо будет не только платить долги, которые растут с каждым месяцем, но и услуги по растампонированию, отметили специалисты. Все искусство 20 века за один час. В Самаре прошел вечер джаза и истории о кино, поэзии и стихах. В творчество погрузился и наш корреспондент. Джаз, частая импровизация, свободный поиск нового звука и мелодии. Лектор Дарья Волкова и музыканты Monocle Jazz Band тоже попытались найти новый формат. И сделали вечер, на котором совместили музыку и короткие, часто интуитивные лекции об искусстве 20 века. Темы этих лекций музыканты заранее не знали и прямо на месте выбирали, что играть. Импровизация. Все по-честному. Эта идея появилась, потому что нам нравится искусство, ребятам нравится музыка, а мне нравится читать лекции. И сегодня мы решили попробовать это смешать и посмотреть, насколько это выйдет органично или насколько это выйдет интересно. Какие есть связи между музыкой и изобразительным искусством, и какие есть связи в контекстах, в истории мировой культуры. Джаз кажется в основном людям какой-то музыкой элитарной, необычной и недоступной. А мы стараемся переработать ее и показать, что джаз может быть доступен для всех. Его могут слушать все и увлекаться всем. Джазовые ритмы сменялись короткими историями о художниках, поэтах, песнях и фильмах. Образ этой женщины, которая появляется и исчезает, здесь абсолютно тот же. Если вы посмотрите, она как бы появляется из черного пятна неизвестности и растворяется в каком-то более светлом облаке. Лекции не были выдержаны в академическом формате. Джон Леннон сменял художника Ивана Крамского, а затем рассказ переходил на творчество Ренуара. Связующим звеном в этих историях стала не хронология, а общее ощущение искусства, которое часто говорит о внутренней, потаенной красоте. Очень гармонично получилось, как мне кажется. И как будто бы лекция дополняет и музыку, и как-то раскрывает больше. Наверное, какое-то вот ощущение такого расслабленного вечера августа в городе-курорте. Мы многие эти вещи, с одной стороны, знаем, но с другой стороны, когда это вновь нам рассказывается и мы воспоминаем это, еще больше у нас красок всплывает внутри нас, и это создает очень приятную внутри атмосферу. Вечер прошел при полном аншлаге. Небольшой арт-лофт с трудом вместил всех зрителей. Организаторы говорят, скоро будет повторение. Валерия Куценко, Семен Безгинов, Константин Головин. События. Вдохновленная архитектурой Самары, художница Екатерина Мячина открыла выставку своих работ в арке дома на Куйбышева, 96. Посмотреть картины может любой желающий. Достаточно просто прогуляться по старому центру города. Какие идеи хотела донести художница до зрителя, узнала наш корреспондент Валерия Куценко. Искусство на свободе. Именно так назвала свою уличную выставку художница Екатерина Мячина. Ее главная цель – прочувствовать своего зрителя и понять, как он ощущает себя в исторической среде города. Идея ее работ проста и понятна. Идти навстречу зрителю вместе с картинами, а не хранить их в пыльных павильонах. Такое действие – это взаимодействие мое с людьми. Это направлено на человека. Там немножко была такая строчка «Искусство на свободе». Вот оно на свободе. Человек свободный, искусство свободное. Они друг для друга. Это как бы максимальный контакт, который я вообще вижу для себя с жителями города. Они мне интересны. Мне интересно, что они думают. Мне интересно, как они себя чувствуют. И вот я для них, мои картины для них тоже. По словам автора, уникальный облик зданий – важный элемент эстетического воспитания человека. И потому главный герой выставки – архитектура Самары. Здесь изображены и элементы лепнины, и старые фонари. Когда у Екатерины родилась дочка, пришло настоящее вдохновение и новая техника. Художница смешивает натуральные краски. Все это при том экологично. Екатерина использует только безопасные материалы. За час я делаю ютюб. Какие-то вещи, они уже переходят в абстракцию. И, в общем-то, я не обращаю внимания. Я просто выхожу на улицу в конкретное время, это там утром, 7 часов или вечером, и смотрю уже там, где мой глаз зацепился, там я делаю. Но потом, как-то, впоследствии, я, может быть, начала себе объяснять, почему конкретно, что меня волнует, зачем я это делаю. И ты начинаешь себе там как-то додумывать это, и мне стало ясно вообще, за что конкретно болит моя душа. В своих работах художницы используют бирюзовые и синие оттенки, объясняя это тем, что когда пишешь пейзажи на улице, создается необычная связь с небом и его цветом. И даже есть такое правило, что когда ты начинаешь пленэр, начинаешь этюд, ты сперва закладываешь, то есть ты не сразу по белому холсту пишешь какие-то конкретные цвета, ты немножко закладываешь туда это небо. И, в принципе, я вот как бы считаю, что кроме синего других цветов вообще нет, я об этом иногда пишу. Мне, например, интересно, что молодежь будет ходить здесь, встречаться с работами, у них будут возникать вопросы. Это и есть мое взаимодействие с публикой. Уличная выставка в доме на Куйбышево, 96, продлится до 10 августа. Художница интригует, это не последний такой масштабный проект, но пока держит новый в секрете. Ясно одно, это будет связано с городом. Также в будущих планах Екатерины сделать выставку у себя в квартире, чтобы была возможность пообщаться со своим зрителем в домашней обстановке. Валерия Куценко, Василий Колдашов, События. Мысли в строках самарской поэтессы Кати Сим попала в лонглист одной из самых престижных премий России. Девушка уже публиковалась в 10 изданиях и создала свой сборник. О своих дальнейших планах молодой автор рассказала нашей съемочной группе. Бойся собаку на розовом поводке. Каждое утро она открывает рот. Был графит. Благословит джунгли, где девочка в комариных сандалиях. Поймать себя на поэзии. Катя Сим начала писать стихи в 5 лет. У девушки до сих пор хранятся первые книжки. Самое главное для меня в письме, говорит Сим, не эмоциональное обслуживание читателей, а переосмысление этики и эстетики в литературе. А когда письмо скатывается исключительно в психологическое, в эмоциональное, к сожалению, оно очень многое теряет. В этом году Катя приняла участие в премии Аркадия Драгомощенко. Это одна из самых престижных премий для молодых авторов. Кате удалось попасть в лонглист. Писатели должны быть не старше 27. Поэтому для самарской поэтессы это был последний шанс на участие. Каждый человек, который попадает в лонглист, по-своему интересен. И мне просто берет огромную гордость оказаться рядом с этими людьми в одном ряде. Они читают много, они замечательно пишут. В принципе, уже интересно. Номинантов раньше выбирало само жюри. Но этот год стал исключением. Авторы могли сами отправлять свои работы. Лучшие подборки предлагались к рассмотрению коллегии, в состав которой входят 20 человек. Это кураторы, поэты, критики и издатели. Номинировал меня Виталий Лехцера. Это доктор философских наук Самарского университета. Просто предложил мою подборку. Там требуется официальное согласие автора. Это для меня, конечно, было шоком. Следующая цель Кати – попасть в шорт-лист. Туда войдут три автора, из которых путем голосования выберут лучшего. Размер главной премии – 70 тысяч рублей и возможность издания книги. Родные и друзья часто задавали вопрос, когда у писательницы появится собственная книга с произведениями. Два года назад Катя решилась и сама выпустила сборник в трехстах экземплярах. Мне очень важно, чтобы вещи, которые были связаны с поэзией, было приятно держать в руках. То есть здесь вот такие вот замечательные иллюстрации. Уже год Катя работает над еще одним литературным произведением, которое в скором времени планируют завершить. Про заическую постмодернистскую прозу, про секту под Самарой, про последние две ее недели. Там будет достаточно много магического реализма. Надеюсь, это будет интересно. Мэр Елчан, Василий Калдашов. События. В ночь с 10 на 11 августа в Самаре откроется движение по улице Шоссейной на участке от улицы Казачьей до Народной. Проезд там будет осуществляться по временной схеме с введением ограничений, необходимых для обеспечения безопасности. На пересечении Народной и Шоссейной будет восстановлена работа светофора. Напомним, дорога была перекрыта с 1 июля для проведения инженерных работ в рамках строительства Фрунденского моста. Открытие предполагалось еще 1 августа, но сроки сдвинулись. Изначально сообщалось, что перекрытие может сохраниться до начала сентября. Влюбись в спорт, и он ответит тебе взаимностью. Любой желающий сегодня мог приобщиться к здоровому образу жизни и зарядиться хорошим настроением. Спортивный праздник в честь Дня физкультурника прошел в сквере Родина. Присоединился к разминке и наш корреспондент. Несмотря на пасмурную погоду, большое количество людей собралось в сквере Родина, чтобы доказать, что занятие спортом – это не только полезно, но и весело. Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа. В этом не сомневается Ирина Косматинская. Она регулярно занимается спортом и рада, что люди пенсионного возраста могут не сидеть в одиночестве на скамейках, а обретать новых друзей и знакомых, проводя время с пользой для здоровья. Она уверена, что совместные упражнения и движения не только объединяют, но и приносят радость. Самая главная – радость. Люди уходят радостно, люди уходят кучками, им уже есть о чем побеседовать, кому рассказать какие вещи. Это замечательное вообще мероприятие. 30 минут занятия любым видом спорта позволяет тебе испытывать радость. С отличным настроением и под бодрую музыку жители всех возрастов участвуют в спортивной разминке. Профессиональные тренеры показывают, как правильно выполнять упражнения с различными снарядами. Например, при работе с блинами нагрузка идет на все тело. Разные группы мышц задействованы в тренировочном процессе постоянно. Далее занятия со штангой. С этим снарядом каждый сам выбирает, сколько блинов установить на гриф. Спорт – это жизнь. Без спорта прожить невозможно. Для меня поддержка, как и физическое здоровье, важна. Но это является также начальной военной подготовкой, поэтому мы занимаемся этим. Зарядка под руководством опытных тренеров проходит в сквере «Родина» каждый вторник и четверг. Каждый может присоединиться к утренней спортивной разминке. Никита Борисов, Василий Калдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нас на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самары ГИС» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Все вам доброго и отличных выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!